Буквально на днях появляется новый забор, который идет практически по всему берегу Катуни, отгораживающий эти участки от самой реки. Непростая ситуация сложилась в Маминском районе. В один прекрасный день на берегу Катуни появился двухметровый забор. Он растянулся на десятки метров. Жители поселка Турбаза-Юность, чьи дома выходят на живописный берег, подначасти лишились всех прелестей природы. Все беспрепятственно выходили на берег реки. Но это все продолжалось у нас совершенно до августа, 21 числа у нас образовался вот этот вот забор. И он теперь препятствует выходу на берег, как и нам, жильцам, так и, собственно, приезжим. Никто не может сюда пройти. Жители не понимают, разве можно устраивать такой беспредел в водоохранной зоне. К берегу стало невозможно подойти. А на чьё-то стало чьё-то. Всё, заградили, подойти нельзя. Там участок, ну всё это за Черемшанку даже. Поэтому считаем, что это нарушено все права, которые есть у нас. Как выяснилось, глухой забор – дело рук предпринимателей, которые решили таким образом расширить свой туристический бизнес. Турбаза эта находится неподалеку, но и там её хозяев мир с соседями не берёт. Татьяна Барбуева купила землю несколько лет назад, построила дом. Но теперь она в числе тех семей, что оказались заперты на собственных участках. Засекаем время, через сколько минут придёт охранник, чтобы сделать досмотр машины моего родственника. Им недостаточно того, что я сама тут всё его принимаю, сама провожаю. Нужен ещё досмотр каких-то суперспециалистов, видимо, с металлоискателями, с собаками. Вот ждём. Татьяна говорит, что документально это садоводческое товарищество, а по факту турбаза со шлагбаумом, где жилища обычных домовладельцев стоят в окружении туристических домиков. На сегодняшний день, да, не имея никаких средств для открывания шлагбаума, у нас лишили пультов. Вообще какой-либо другой возможности в современном мире можно позвонить по телефону и открыть шлагбаум. Они ничего этого нам не дают, ну, лишили всё. Только по воле охраны, которая охраняет туристический комплекс, только по их воле я могу проехать. Вот они захотели, сегодня открыли домой себе, захотели, не открыли. У нас шесть семей, и я думаю, что всё-таки конечная цель у них – нас оттуда тоже потихонечку выжать. Проблема жителей стала темой обсуждения на заседании комиссии по земельным ресурсам при правительстве Республики Алтай. Мы обсудили нашумевший вопрос о строительстве забора в посёлке Турбаза-Юность, который перекрыл людям доступ к реке. Андрей Анатольевич Турчак поручил разобраться в этом вопросе. Вчера на место выезжали представители нашей комиссии и прокуратуры. Надзорное ведомство взяло эту тему на контроль. В ситуации будет дана правовая оценка, и это даст чёткие правила для всех владельцев туркомплексов на территории Республики Алтай. К решению вопроса подключены все ведомства. Ведётся прокурорская проверка. Кроме того, члены рабочей группы обсудили ситуацию с землями лесного фонда, которые граждане по закону могут получить в безвозмездное пользование для личных нужд, но не для предпринимательской деятельности. На заседании отметили, что встречаются факты передачи больших участков, в том числе крупным предпринимателям, что создаёт риск неправомерного распоряжения землёй. Юлия Цапко, Сергей Бертман. День с толком.